Выставка к столетию народного художника Чуваша и Петра Сизова открылась в республиканской столице. Больше 50 лет он делал иллюстрации к поэме Нарспи о несчастной любви и каждый раз признавался, что не может найти единственно правильный образ. Екатерина Шиверова познакомилась с экспозицией и признается, что благодаря работам мэтра классика чувашской литературы по-настоящему оживает. Искусство стало делом всей моей жизни, ее смыслом и содержанием. Это слова по-настоящему преданному своему делу. Скромный при жизни Петр Сизов. В его работах нет буйства цвета, скромных взглядов, наполненных отчаянным девичьих слез и решимость на грани буйства в угловатых чертах национального героя. Сакральное знание в простых мелочах. Простая вода в его работах уже символ утекающей любви, любви и надежды и поиск той самой чистой правды. Гляжу в 40-е, 50-е, 30-е годы Чубасара республики. На каждом листе такая правда. Чистая, честная правда Петра Владимировича. Его иллюстрация уже вечная классика. Петра Сизову помнят и любят в Чувашии. Его многолетний труд по оформлению поэмы Нарспи сам по себе образец преданности делу, последовательности и ответственности художника. Ответственности перед собой и своим народом. И снова и снова поиск того единственного верного штриха в попытке ответить на вопрос, который, казалось, не имеет ответа. Мучительное ощущение того, что ты не раскрываешь полноты слова. То есть вот ты видишь, но ты не можешь это изобразить. И вот эта вот неудовлетворенность тем, что сделано, она характерна для очень глубоких и очень больших художников. Когда человек не проскакивает мимо темы, а он продолжает ее все время разрабатывать. Нет, это не так. А еще вот так, еще по-другому. В простом найти сложное и понять, каким простым может стать что-то постижимое, только силой души и подвластной лишкисти мастера Петра Сизова до 8 августа еще есть время. Екатерина Шверова, Игорь Зверев, Республика.